Вот! Вот это ты видел? Нет, просто скажи, что? Во-первых, Дим, ты вверх ногами показываешь, это раз. Во-вторых, я не знаю, смотри, давай. Я себя заброшу. Просто давай так, скажи мне, Леонарда Завинченко. Ну, это искусство, по-твоему? Ну вот, пожалуйста, тебе, чистая математика. Ну, как? Математика, математика, обслуживает области, которая ей недоступна, неведома. Как математика может рассчитать сознание? Как может математикой сознание? Димочка, Димочка, вот это эффектно, но не глубоко. Да это зайцы с лампочек. Паша, Дима, и главное, по мысли это доступно немногим. Искусство доступно немногим, в этом его смысл, надо понимать. В этом его драма. Искусство не имеет цели. Ты сейчас договоришься, все в жизни имеет цели. Ребята, ребята, жизнь не так сложна. Жизнь не так сложна. Но настоящая красота в ней встречается все реже. Но без тебя мы погибли. Да на самом деле, ну что это такое? Ну что вот это такое? Да на самом деле настоящую красоту должны любить и понимать все люди. Они должны понять, что на красоте основана наша мораль. И что поступки делятся не на плохие и хорошие, а на красивые и безобразные. Ребята, и вот тогда жизнь станет прекрасной. Что да, Дим? Я согласен. Дим, подожди, Дим. Дим, вот ты нарисуй картину. Дим, прием. Димка, нарисуй. Сейчас, секунду. Ну, картин, по морю идет корабль. Его жадно обнимают гневные зеленые волны. А на носу у него и бортов стоят люди. Просто стоят. У них открытые светлые лица. И они просто улыбаются, смотрят далеко вперед, готовые потратить жизнь на достижение своей цели. Но, Дим, это должны подлиться особенных людей. Свободных людей. Выдающихся. И главное, простых, как просто все великое. И вот если такая простая картина вызовет у меня чувство гордости за людей, за художника, который ее создал. Дим, если такая простая картина напомнит мне о тех великих людях, которые помогли нам уйти так далеко от животных. И все дальше уводит к человеку. Дим, вот такую простую картину я и назову подлинной красотой, подлинным искусством Дима. Нарисуешь простую картину? Попробуй. Вот правда, попробуй. Это у тебя что-то новое, Лена? Пашенька, откуда ты можешь знать, новое-то у меня или старое? Ваше здоровье. У меня на корабле место только для одного. Где там на носу будет стоять один. Один. Одинокий среди одиноких. Глаза горят ярким огнем у корска. А какая разница, один, два или много? Вот. Самое главное, чтобы у корабля цель была какая-то. Ну, пусть он куда-то плывет. Конечно, цель. Не знаю, пусть, нарисуй там солнце. Пусть он плывет к солнцу и картину можно назвать к солнцу. К источнику жизни на планете. Да, там вдали, среди туч, яркое как солнце, лицо женщины. Какая женщина, Дим, зачем? Пусть будет там лицо ученого великого, не знаю. Та Винчи, Тюринга, Гон Энштейн. Я можно с твоей женой потанцую? Да. Заболтались. Так, давайте, все. Игон, садок, наливайте, Дим, Борь, ну-то сидите. Нет, конечно. Боря, на, Боря, я не знаю, а где эта шапочка? Давайте, давайте, Борь. Прости, Родико. А где мой Борь? На, на, на. Зачем мне мужик, скажи, зачем? Я не знаю, подожди, давай. А какое место в твоей картине я не буду занимать обычными? Невыдающиеся люди. Таких там не будет, Лиза. Их участь гибель дали, она не должна погибнуть. Лиза, они уже мертвы, они мертвые клетки в организме. Дорогие россияне. Осталось совсем немного времени до магической даты в нашей истории. Наступает двухтысячный год. Новый век. Новые тысячелетия. Мы все примеряли эту дату на себя. Прикидывали сначала в детстве, потом в расстрел. Сколько нам будет в двухтысячном году? А сколько нашей мамы? А сколько нашим детям? Казалось, когда-то так далеко. Это неравновенный Новый год. Я не могу вас слушать. Да ну ты. Да и вы все жестокие. Лиза, что это? Вы все слепые и жестокие. Лиза. Не трогай меня пасы. Жизнь. Лиза. Ну совершенно невозможно с ней ни о чем говорить. Все к своему своде. Лиза Городич, сходи посмотреть, как там близко. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова